Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Судей. И сегодня мы будем читать 19 главу этой книги. Здесь говорится о левите и его наложнице, и о грехе жителей Гивы Вениаминовой. И мы читаем. «В те дни, когда не было царя у Израиля, жил один левит на склоне горы Ефремовой». Вот эта фраза часто повторяется «в те дни, когда не было царя». И после этой фразы, или в контексте этой фразы, говорится о неком хаосе, религиозном, нравственном, моральном. Потому что книга Судей, она как бы вводит нас в книгу царей. И она объясняет вот этими фразами, что жизнь без царя – это кошмар и хаос. И вот здесь говорится, что жил один левит на склоне горы Ефремовой. Он взял себе наложницу из Вифлеема Иудейского. Наложница его поссорилась с ним и ушла от него в дом отца своего, Вифлеем Иудейский, и была там четыре месяца. Хотя наложница – это как бы не совсем жена, но она не рабыня. Женщины имели право уйти от мужа, и наложницы имели право уйти от мужа, от господина, если это были какие-то серьезные основания. Муж ее встал и пошел за нею, чтобы поговорить к сердцу ее и возвратить ее к себе. То есть к сердцу ее, то есть говорить для нее то, что ей приятно слушать. С ним был слуга его и пара слов. Она ввела его в дом отца своего, отец этой молодой женщины, увидев его, с радостью встретил его и удержал его, тесть его, отец молодой женщины. И пробыл он, у него три дня, они ели, пили, ночевали там. В четвертый день встали, они рано, и он встал, чтобы идти, то есть идти на гору Ефремову, где он жил. И сказал отец молодой женщины, зятю своему, подкрепи сердце твое куском хлеба, и потом пойдете. Ну это, конечно, эфемизм, кусок хлеба, имеется в виду, как говорят, чайку отпить. Или как в XIX веке говорили, чайку откушать. Понятно, что не один чай пили, а и ватрушки, и масло, и все остальное. Поэтому слова «подкрепи сердце твое куском хлеба» это о очень многом говорит. «Они остались, и оба вместе ели и пили. И сказал отец молодой женщины, человеку тому, останься еще на ночь, и пусть повеселится сердце твое». То есть тесть никак не хочет отпускать мужа своей дочери, хотя она называется здесь его наложница. «Человек тот встал, чтобы идти, но тесть его упросил его, и он опять ночевал там. На пятый день встал он поутру, чтобы идти. И сказал отец молодой женщины той, подкрепи сердце твое хлебом, и помедлите, доколе преклонится день. И ели оба они и пили». Я помню, когда я служил в храме Всехскорбящих и Радости на Большой Ордынке, у нас там был дьякон, отец Вячеслав, и он обратил внимание на то, что когда Божья Матерь пришла в гости к Елисавете, в Евангелии сказано «прибысь там три месяца и возвратись в дом свой». И он говорит, смотрите, как люди в гости ходили. «Прибысь там три месяца, а сейчас к нам гость пришел днем, мы ждем, когда же он уйдет, чтобы до вечера уже остаться одним». А тогда люди, мы видим, были более гостеприимны. «Человек тот встал, было, чтобы идти, но тесть его упросил, и он опять ночевал там. На пятый день встал он поутру, чтобы идти, и сказал отец молодой женщины той, «подкрепи сердце твое хлебом, и помедлите, доколе преклонится день». И ели оба они и пили». И далее. «И встал тот человек, чтобы идти сам, он наложница его и слуга его. И сказал ему тесть его, отец молодой женщины». Она не называется его женой, потому что она наложница. «Вот день преклонился к вечеру, ночуйте, пожалуйста. Вот дню скоро конец, ночуйте здесь. Пусть повеселится сердце твое. Завтра пораньше встаньте в путь ваш, и пойдешь в дом свой». Но муж не согласился ночевать, встал и пошел. Он уже как бы научен таким горьким образом, я бы сказал, сытым образом, присвященным образом. «И пришел к Иевусу, что ныне Иерусалим, с ним пара навьюченных ослов и наложницы его с ним». Когда они были близ Иевуса, день уже очень преклонился. То есть уже наступала ночь. «И сказал слуга господину своему, зайдем в этот город Иефусеев и ночуем в нем». Господин его сказал ему, «Нет, не пойдем в город иноплеменников, который не из сынов Израилевых, но дойдем до Гивы». Тогда в Русалиме жили язычники, а в Гиве – евреи. Ну, и левит логично предпочитает ночевать у своих. «И сказал слуге своему, дойдем до одного из тех мест, и ночуем в Гиве или Раме. И пошли, и зашли, и закатилось солнце под Легивы Вениаминовой. И повернули они туда, чтобы пойти ночевать в Гиве. И пришел он и сел на улице в городе, но никто не приглашал их в дом для ночлега». Это первое разочарование, потом будет и второе. «И вот идет один старик с работы своей, с поля вечером. Он родом был с горы Ефремовой и жил в Гиве, то есть той самой горы, где жил этот левит. Жители же вместо сего были сыны Вениаминовы. Он, подняв глаза свои, увидел прохожего на улице городской и сказал старик, «Куда идешь и откуда ты пришел?» Поднять глаза – это такой эфемизм, который может означать, что он начал молиться. О чем же он начал молиться? Возможно, что, подражая праведному Аврааму, он молился о том, чтобы Господь послал бы ему путников, принимая которых, он привлечет благословение Божие на свой дом. Он, то есть левит, сказал ему, «Мы идем из Вифлеема Иудейского к горе Ефремовой, откуда я?» А этот человек тоже с горы Ефремовой. «Я ходил в Вифлеем Иудейский, а теперь иду к дому Господа, и никто не приглашает меня в дом. У нас есть и солома, и корм для слов наших, также хлеб и вино для меня, и для рабы твоей, и для сего слуги есть у рабов твоих ни в чем нет недостатка». Старик сказал ему, «Будь спокоен, весь недостаток твой на мне, только не ночуй на улице». И вел его в дом свой, и дал корму, ослам его, и сами они омыли ноги свои, и ели, и пили. Мы видим, что гостеприимство было очень принято среди древних евреев, как в послании к евреям, Павел пишет, что некоторые, оказывая гостеприимство, как они думали людям, принимали в дом ангелов. «Тогда как они развеселили сердца свои, вот жители города, люди развратные, это жители еврейского города, развратные, окружили дом, стучались в двери и говорили старику, хозяину дома, выведя человека, вошедшего в дом твой, мы познаем его». То есть мы изнасилуем его. Они ведут себя, как жители Содома и Гаморы. когда Лот принял свой дом двух ангелов, которые выглядели, как молодые юноши, там тоже собралась толпа, но это были не евреи, а хамиты, жители Содома, это хамиты, и требовали их, чтобы их отдали на такой позор. «Хозяин дома вышел к ним и сказал им, нет, братья мои, не делайте зла, когда человек сей вошел в дом мой, не делайте этого безумия». То есть по закону гостеприимства его надо было защищать даже с оружием в руках. «Вот у меня дочь девица, и у него наложница, выведу я их, смирите их, и делайте с ними, что вам угодно, а с человеком с ним не делайте этого безумия». Это действительно как безумие, когда мужчина заменяет естественное потребление противоестественным. Но они не хотели слушать его, тогда муж взял свою наложницу, вот эту, которую хотели изнасиловать, и вывел к ним на улицу. «Они познали ее и ругались над нею всю ночь до утра». Здесь как будто два слова «познали, ругались». А познали, то есть как женщину, ругались, имеется в виду противоестественным образом. «И отпустили ее при появлении зари. И пришла женщина пред появлением зари и упал у дверей дома того человека, у которого был господин ее, и лежала до света». То есть до рассвета. «Господин ее встал поутру, отворил двери дома и вышел, чтобы идти в путь свой». То есть он выходит, чтобы выйти, и побыстрее из этого города, поэтому он и встал поутру. И вот наложница его лежит у дверей дома и руки ее на пороге. Он сказал ей, «Вставай, пойдем!» Но ответа не было, потому что она умерла. То есть ее замучили до смерти. А он положил ее на осла, встал и пошел в свое место. Придя в дом свой, взял нож, и взял наложницу свою, разрезал ее по членам ее на двенадцать частей и послал во все пределы Израилева». То есть, чтобы каждое племя узнало, что произошло. «Всякий, видевший это, говорил, не бывало и не видно было подобного сему от дня исшествия сынов Израилевых из земли египетской до сего дня». То есть, не было такого преступления, такой развращенности и такой жестокости. «Посланным же от себя людям он дал приказание и сказал, так, говорите всему Израилю, бывало ли, когда подобное сему?» То есть, он послал как бы вестников глашатой этого бесчестия. И чтобы эти глашатые говорили, «Бывало ли, когда подобно сему?» Обратите внимание на это, посоветуйтесь и скажите. То есть, теперь каждое колено должно будет принять решение, как относиться к таким преступникам. Итак, сегодня мы кончили читать девятнадцатую главу книги «Судей». В следующий раз, если будем живы, Господь позволит, будем читать двадцатую главу этой книги. Продолжение следует...